Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сангейс начинает свою программу сегодня понедельник 21 ноября в Чикаго 11 часов утра на западном побережье Калифорния 9 часов утра на восточном побережье Нью-Йорк Вашингтон 12 часов дня в Москве в этот час 8 часов вечера Ну и как всегда по понедельникам в это время программа которая называется Путь йоги ее автор и ведущая Анастасия Хрущинская Настя пожалуйста представь своего товарища Доброе утро да здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня гость из Екатеринбурга Денис здравствуйте Здравствуйте Денис Малов Простите Денис Малинов Денис преподаватель клуба ОМРУ руководитель ОМРУ Екатеринбург А также он преподаватель йога Класса Йога Альянс Интернешнл И руководитель отделения Федерации йоги России по Свердловской области Ну на самом деле я думаю про Дениса можно много всего рассказать Но он как скромный человек мне дал только эту информацию и сказал что ну вот так вот Да и сегодня мы поговорим о чакрах А чакры как энергетические центры человека И в принципе я думаю что у нас будет разговор очень интересный и очень содержательный Потому что Денис обладает огромным количеством знаний Уже много лет преподает йогу и читает лекции И это огромная честь для нашей радиостанции Что он сегодня к нам присоединился И нашел время чтобы поговорить с нами Еще раз Денис я вас приветствую ОМРУ спасибо огромное что вы с нами И конечно ну хотелось бы конечно от вас услышать пару слов о вас Потому что наша программа называется путь йоги Да и как ваш личный путь йоги начался Ну а потом уже перейдем к чакрам Хорошо договорились У меня это было довольно неожиданно для меня самого в принципе В 2012 году у меня возникла проблема Мне перестал нравиться вкус мяса Это было в общем я как-то пытался его по-разному готовить Ничего не получалось В итоге решил от него отказаться Потому что не могу его есть и все Начал искать в интернете какие-то варианты Наткнулся на информацию о вегетарианстве Потом какие-то еще здравые вещи И потом мне пришла в голову неожиданная мысль Что надо заняться йогой Вернее как Я решил раз уж я почищу организм Надо почистить и сознание тоже Начал искать практики И написано было что для того чтобы делать какие-то практики Со своим сознанием нужно сначала Научиться садиться в подмасану Ну то есть все делается в подмасане Я забил опять же в интернете что такое подмасана Нашел что вот такая-то асана Попытался сесть у меня ничего не получилось Тогда я забил как сесть в подмасану И мне написали что нужно сначала заняться хатха йогой Она подготовит И такой так хорошо чтобы заняться хатха йогой Чем нужно заняться Написано было нужно заняться крия йогой Я нашел древние тангельские В общем есть хороший трехтомник Бехарская школа В общем нашел этот трехтомник И начал реально как по самому учителю Заниматься каждый день Потом познакомился с Андреем Вербе Он уже подкорректировал мой путь Мне вот с тех с того времени Я просто занимаюсь И практически сразу начал преподавать То есть преподавать начал через несколько месяцев Но это не то что я какой-то уникальный Или у меня там что-то там с телом Нет тело у меня тоже было довольно закрепощено Но я всю жизнь все равно стремился к знаниям Примерно для меня всегда какая-то мудрость Это была авторитетом Писание любое Но я искал в европейской философии То есть очень много философов изучал То есть немецких особенно И Ницше, Шпенгауэр Много кого я перебрал Канта там В общем все это что можно было Я перечитал Но на проверку оказалось Что любая философия Это всего лишь теория И в ней нет практики Я в каждом философском течении Искал а где инструменты То есть ну понятно Сама философия жизни А как жить Какие инструменты для того Чтобы как пользоваться в жизни Не находил И в итоге забросил всю эту философию Когда же я познакомился с йогой То в йоге я увидел как раз инструмент То есть у меня какая-то философская база была Здесь я увидел инструмент А потом я понял Что в ней еще и большой глубинный философский Смысл заложен И тогда у меня просто все сложилось И я помню было такое озарение Я вот такой Так вот чем должны заниматься все люди Вот смысл всей жизни Я побежал И решил всем об этом рассказать В общем И как оказалось на проверку Не все разделяли мое мнение То есть я думаю Ну как Ну вот 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 Только этими стоит заниматься Вот практики Вот философия Все есть Как бы То есть живите Люди Как бы развивайтесь Да действительно все хорошо Интересно Но мы наверное чем-то еще другим Позанимаемся Ну и постепенно Я пришел уже именно к преподаванию И вот благодаря как раз клубу Аумру Получилось получить действительно Адекватные знания И встать как я считаю На довольно эффективный путь Вот что мне нравится в нашем клубе Это то что Все ребята пытаются именно Эффективно жить И действительно делиться знаниями Создавать какие-то новые проекты постоянно Это в ритме моей жизни Моего характера И поэтому я очень рад Что попал именно в него Ну очень На самом деле история Такая с примесью волшебства Вот я такие всегда Очень люблю истории У вас так все классно получилось Да Ну погуглил Да Посмотрел Набрал в Яндексе Йоку нашел Книжку почитал А потом раз так И встретил Андрея Вербу Ну как известно Наверное вам тоже Учителя в нашу жизнь Они не приходят Случайно Да Они приходят к тем Кто их ждет И кому они нужны Поэтому все так и складывается И кажется Что это все такая мистика Волшебным образом На самом деле Мы просто уже были готовы Кстати могу добавить Не совсем Вот чтобы не было Это все так действительно волшебно А чтобы у многих Наших радиослушателей Было понимание Я вот уже сейчас понимаю Что получилось Вот это вот И йога И преподавание И действительно двигаться Только потому Что Когда я познакомился С Андреем Я сразу предложил ему Что-то делать для клуба То есть Я говорю Я тогда работал У меня была Фирма Занималась IT-технологиями Создавали сайты И так далее И я говорю Андрей У меня есть большой отдел Занимается всеми этими вещами Если вам что-то нужно Давайте я там Сайты создам Продвину Все что угодно То есть За мой счет Любой каприз За мой счет И мы действительно Начали с Андреем Сразу же создавать Очень такие Здравые проекты И вот именно Благодаря тому Что мне удалось Сразу послужить У меня была такая Вот это была Благая карма У меня была Благая карма Проявилась в том Что у меня была Возможность послужить Если бы этого не было То такого быстрого Быстрого бы развития Не было Это факт То есть Именно когда человек Может отдавать Умеет служить Вот тогда у него Это происходит таким образом Если бы я пытался Там вот Себе тут знания взять Там Как бы вот Еще здесь убрать Такого бы развития не было А именно потому Что я сразу начал Что-то делать Именно это Позволило мне Опять же быстро развиваться Потому что Для того чтобы я Эффективно опять же Служил Мне понадобились Многие опыты Там Тансцендентные Что-то еще Я не скажу Что я большой Великий практик Но я скажу Что есть в нашем мире Более высокие силы Которые помогли Это получить Именно потому что Я должен был Эти знания нести Вот и все То есть Именно через служение Произошло такое Быстрое развитие Без него Факт Ничего бы не было Ну все равно Это очень здорово Потому что Вы были к этому готовы Сейчас знаете Когда Очень часто Разговаривая с людьми Когда им говорят Что вот вы Для того чтобы Как-то вообще Что-то в этом мире Происходило Да Хотя бы Десятину Надо отдавать Причем это Теория Да О десятине Она идет Не только Скажем В нашей русской традиции Да В православии Она существует Она есть и в физических знаниях И везде В общем это абсолютно нормально Когда то что мы Зарабатываем Да То что мы Как бы нарабатываем Да Мы потом делимся с людьми Но очень многие К этому не готовы И это очень Ну Это сложный путь В общем Как и прежде чем Недаром Очень богатые люди Да Они славятся Своими Меценатскими проектами Благотворительными проектами Потому что Когда уже много денег Когда уже у тебя Вроде все материальное Удовлетворено Да Только тогда ты понимаешь Что на самом деле В этом счастье нет Вот Поэтому да То есть Вы видимо тоже были К этому готовы Вот Ну давайте Мы сейчас Поскольку анонсировали Тему нашей беседы О чакрах Да Как энергетических центрах Человека То уже давайте Сейчас про чакры Поговорим Что же такое чакры Именно С точки зрения йоги Да Наверное Потому что Конечно Опять же Каждый может погуглить Каждый может посмотреть В интернете Да Но тем не менее Вот вы как человек Как практик Вот именно Через свой опыт Как бы Вы нам рассказали Про чакры Да Я вам наверно Расскажу То есть Что-то будет Из моего опыта Что-то из опыта Старших товарищей И также Конечно Я изучал И писание То что По чакрам Находил Какую информацию Для курса Преподавателей Наш организм Он Как на физическом плане Имеет Различные Точки Сочленения Да Там Какие-то Суставы Что-то еще То есть Места Где Наиболее Большое скопление Различных Нервных узлов Сочетание Вен Артерий Всего остального То же самое Происходит На тонком уровне То есть У нас Как вот Читается Классически Вот В хатхаге Про дипики Написано Ну Не менее 72 тысяч Энергетических Каналов Пронизывают Все наше тело И Есть места Где Как бы У этих каналов Есть выход Когда они могут Взаимодействовать Проявлять То есть Эти каналы Подключены К внешнему миру И вот Эти вот Выходы Как раз Являются чакрами Такие определенные Энергетические Завихрения Что ли Сложно Очень говорить Потому что Хотя есть И описание Чакр И внешний вид Но Я даже Вот Например Знаю свои ощущения Чакр Я разные чакры Чувствовал Разные лепестки Действительно У меня есть свой опыт Я слышал опыт Других людей Он Отличается Чем-то Я в писаниях Читал о том Как выглядят чакры Какие у них лепестки За что они отвечают И в общем Хотя в принципе Схожие Действительно Так оно и есть Но оно может отличаться Потому что Тонкий мир Он как таковой Не Вот как мы себе Его представляем Он такой и будет То есть Чтоб нам было легче Интерпретировать Потому что Мы привыкли В материальном мире Чтобы все Чтобы все Имело Какую-то форму Тонкий мир Формы Как таковой Не имеет И Задаем форму Опять же мы То есть Наше сознание Наше воображение Задает форму Поэтому С одной стороны Тонкий мир Довольно Иллюзорен С тем Что Это мы Создаем Но на самом деле Мы точно так же Создаем И этот материальный мир Тоже И другой вопрос Что там это все Происходит гораздо быстрее Все эти движения Но Чакры Факт Что Общие Конечно У них какие-то Есть законы Их гораздо больше Чем 7 То есть Даже Если мы возьмем Славянскую культуру Там Девять Но на самом деле Как опять же Говорят авторитетные люди Что их Там Сотни Сотни тысяч Но есть Скажем Вот То к чему Мы привыкли Что нам Легче объяснить И что мы Действительно Понимаем И вот мы Наверное Сегодня по этим Семи чакрам Которым Классически О чем Говорим Мы пройдемся Сначала Развею Несколько мифов Классических О чакрах Если вы Опять же Погуглите в интернете То найдете Много интересных Курсов В том Как Открыть чакры Как закрыть чакры Оттопырить чакры Причем Действительно Многие Стремятся К тому Чтобы открыть чакры Не понимая Самого принципа Как работает То есть У человека Есть энергия Что есть энергия У человека Для этого Не нужно быть Таким-то эзотериком Любой спортсмен Вам скажет Что есть у человека Энергия Если энергия Хорошо Ты можешь Столько раз Столько сделать подход Энергия Закончилась Ты уже подход Можешь сделать Только один Хотя вес Может быть Вроде бы Тот же самый То есть Сила есть Мышцы Работают Энергия Закончилась Все Тренировка Закончилась То есть Энергии Ни у кого нет Все примерно Представляют Что у человека Какая-то батарейка Внутри встроена Так вот Эта энергия У нас Реально одна То есть У нас Знаете Тоже Пишут очень часто В разных Эзотерических Издания Там Как работать Своей сексуальной Энергией Как работать С энергией денег С энергией Гнева С чем-то еще На самом деле Энергия У нас Одна Вот Одна Наша жизненная Энергия Но мы Можем ее Проявлять На разных Центрах На разных Уровнях Нашего сознания На разных Уровнях Нашего Тонкого Тела И вот Как раз Эти уровни Они И будут Являться Этими Чакрами Если мы Возьмем Например Дайте Дам Какую-нибудь Чакру Давайте Первую 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 Корневая Чакра Нет Опять же Чакр Плохих Хороших Низких Высоких По-хорошему Когда человек Достигает Максима В своем Духовном Развитии Он точно Так же Пользуется Всеми чакрами Но только Он им пользуется Когда нужно Так вот Открытие чакры Это когда Человек Себе Проявляет К примеру Проявление Моанхары Чакры Два На первый Взгляд Абсолютно Противоположных Человеческих Явлений Это Гнев И это Терпение То есть С одной Стороны Моанхары Это Если человек Не контролирует Себя На этой чакре То он Очень легко Входит В гнев А гнев Это наверное Самая сильная Эмоция Которая Есть у Человека И скажем Она максимально Тратит Энергию Ну вот Даже Возьмем Если два Человека Входят В конфликт Конфликт Может дойти До рукоприкладства Что потратит Огромное Количество Энергии Если люди Вступят В тот же Конфликт Но только На Вербальном Уровне То есть Будут Какую-то Идею Обсуждать То это Будет Выше Например Уровень Манипуры Или Вишудха Чакры И здесь Они потратят Энергии Меньше В физическом Своем Соприкосновении И пытании Отстоять Они потратят Гораздо Больше То есть Чем выше Мы поднимаемся Тем Мы Меньше Тратим Энергии Но чем Тоньше И эффективнее Взаимодействуем С миром Так вот Моландхара Чакра Если мы Не умеем Ею управлять Не работаем С ней То Скорее Сего Мы будем Проявлять На любые Раздражения Этого мира Гнев Если Мы будем Работать Как работать Мы будем Постепенно Проявлять Терпение И это Тоже Качество Моландхара Чакры То есть Сначала Мы терпением Ее развиваем А затем Когда К примеру Вы Делай Вам нужно Сесть И сделать Какую-то работу Для этого Вам что нужно Усидчивость Чтобы вы сели И вас Постоянно Не подмывало Куда-нибудь Бегать Что-нибудь Сходить Вот это Будет работать Моландхара Чакр То есть Чтобы вам Сесть Например Студенту За курсовую И всю ночь Просидеть Вам нужно Пойти На нелюбимую Пример На работу Это тоже Будет проявление Моландхара Чакры Нужно будет Терпеть Поэтому Нет Опять же Плохих Чакр Без Моландхара Никуда Мы не двинемся На самом деле Даже Следование Рутине Распорядку Дня Это тоже Проявление Моландхара Чакры Дисциплина Потому что Это проявление Терпения Потому что Когда мы Действуем С точки зрения Дисциплины То это То же самое Да Да Вот что Что касается Первой чакры Дальше Пойдем Да Следующая У нас Чакра Сфатхистана У них У каждого Есть даже Свой цвет Там запах Например Моландхара Это Как правило Красный цвет Моландхара Отвечает У нас За Основание Позвоночника Основание Позвоночника Да Сейчас К сожалению Какой Орган Обоняния Сфатхистана Это у нас Запах А вот Моландхара Это по-моему Нет Моландхара Это как раз Запах А вот Вкус Это будет Уже Сфатхистана Вот Значит Сфатхистана Чакра Это чакра И она Отвечает За Взаимодействие На таком Тактильном Уровне С этим Миром За За все Приятные Ощущения Которые у человека Есть За его Желание Поспать На мягком За его Желание Там Понежиться Для Сфатхистана Чакры Очень К примеру Если мы говорим Характер Человека Очень важно Что о человеке Говорят Вот когда мы Смотрим на развитие Ребенка То как раз В малом возрасте Есть такой Период Когда Ребенок Идет Первый Второй Класс Ему Прямо Очень важно Что думает О нем Общество Это Сознание Находится На Сфатхистан Чакре И в такой Момент Каждое Критическое Выражение О человеке Это Очень Болезненно Бьет Как правило Взрослый Человек Ну Как минимум Доходит До Манипуры Чакры И Интересуют Какие-то Свои Бизнес Или Какая-то Работа И Он Понимает Что Мнение У людей Может быть Разное А в дом Я могу Принести Что-то Одно И Поэтому Для Него Это Стоит Не так Важно Но Для Человека Который На Сутистан Чакре Для Который Отвечает Из-за Любовь Из-за Привязанность За Проявление Каких-то Позитивных Эмоций Человек На Сутистане Может Все вести Одинаково Он Может Всех Любить Он Даже Служить Может Он Может Все Проверить Как Угодно Но Он Это Будет Делать Из Мотивации Чтобы Его Похвалили То Хотя Выглядеть Со Стороны Будет Одинаково Точно Так Человек На Совершенно Противоположно Чакре Потому Что В этом Мире Скажем В этом Мире По форме Многое Что Похоже Но Вот Все Дело Именно В содержании К примеру Вот Есть Так Называемые Сексуальные Практики И В йоге Вот Сейчас Люди Очень сильно На это Зациклены На секс И в йоге Пытаются Тоже Эти вещи Найти Действительно В йоге Есть Сексуальные Практики По Форме Поверьте Они Выглядят Точно Так Ж Как И Обычный Секс Но Все Дело Во Внутреннем Наполнении Но Вот Это Внутреннее Наполнение Чтобы Его Достичь Вот Не Только Мое Мнение Но И Мнение Более Квалифицированных Йогов Что В этом Мире Сейчас Очень Мало Лидей Кто На это Способен И Скажем Так Работать Вообще Работать С Вверх Снизу Вверх Более Гневливым Вы Вроде Хотели Сделать Более Терпеливым А Вы Себя Начали Делать Более Гневливым Поэтому С нижними Центрами На них Сильно Заостряться Надолго Останавливаться Большого Смысла Нет Лучше Сначала Научиться Пользоваться И верхним Вообще Суть Всегда Поднять Выше Даже Если Мы Вольтем С тем Обсудить На Вишутхе Мы Можем Убедить Его В Любой Идеи А На Аги Чакры Мы Можем Вообще Не Допустить Этого Конфликта То есть Выходим Татуру Поэтому Любую Ситуацию Можно Решить На Более Высоком Центре И Это Будет Эффективнее На Нахате Чакры Это Будет Когда Человек Поймет Проблематику Другого То есть Нахата Умеет Понимать Проблему Любого Человека Любую Его То есть Именно Его Мотивацию Почему Человек Так Делает То есть Понимание Через Анахата Чакру То есть Чем Выше Мы Тем Более Эффективно Можем Действовать Поэтому Есть Смысл Энергии Нужно Поднимать Вверх И себя Стараться Проявлять На более Верхних Центрах Особенно Социум На самом деле Он Как раз Нас Призывает Развивать От нижней чакры Низменной Энергии Поэтому Нам Тоже Нужно Очень Трезво К этому Относиться И Чем Выше Мы Поднимаемся Тем Более Отстранены Мы От Социума Тем Меньше Мы От Него Зависим Тем Меньше Это Влияние Социума На нас Оказывается Вы Вы Выходите На улицу И Огромное Количество Плакатов С голыми Женщинами По телевизору Голые Женщины В рекламе Голые Женщины Везде Что это Это Работа Постоянная То есть Стимуляция Сфатхистана Чакры И Вы Если При этом Еще Начинаете Ее Накачивать Энергии Вас Очень Далеко Понесет И Вы Себя Уже Не Остановите Это Будет Очень Сложно Контролировать Поэтому Нужно Научиться Поднимать Энергию Выше Работать На Высших Центрах Потом Можно Разобраться И С Нижними Центрами Тоже Если Будет Такая Необходима Я Ставил На себя Разные Эксперименты Есть Практики Где Ты Проходишь По Чакрам И До Некой Степени Наполняешь Энергией Сначала Я делал Со Всеми Чакрами Какое-то Количество Лет После Чего Я Накопил Опыт И Понял Что Пока У Меня Нет Сил И Времени Разбираться С Оттуда Можно Не Вернуться Таких Примеров Очень Много К Сожалению И Вот Даже Смотришь На Преподавателей У нас Которые Проходили Курсы Заканчивали Первые Вторые Курсы И Тоже Когда Начинают Работать С Этой Чакрой Не Получив Действительно Хорошего Серьезного Егитского Опыта И Не Встав Прочно На Землю Ногами То Начинаются Проблемы И Человек Человека Просто Сносит Вот Он Забывает Обо Всех Остальных Какие Существуют Еще Чакры И Он Начинает И себя Проявлять И всю Свою Жизнь Строить Только Через Одну Чакру Это Именно Обусловлено Тем Что В Этом Мире Проявлять Себя Через Нижние Центры Сейчас Гораздо Легче Потому Что Этой Энергии Везде Много Ты Легко Берешь Она Входит В этот Центр Ты Легко Отдаешь Она Выходит То есть Никаких Проблем Нет А Что Энергия Взять Более Высокую Например Когда Вы Слушаете Лекцию Какой-то Предмет Неважно Слушать Нашу Передачу Здесь Работает Манипура Чакра Это Интерес Когда Человеку Интересно Работает Манипура Чакра Если Этот Интерес Еще Человек Приложит Усилие И Начнет Что-то Делать Через Вишутху Чакру Если Он Получит Осознание От Этой Лекции Тогда Это Уже Будет Аги Чакра Хотя Опять Посмотрите Форма Одна Мы Разговариваем Но В зависимости От Своего Уровня Развития Каждый Человек По-разному Воспримет То Что Мы С Вами Делаем На Разной Чакре Или Например Два Человека Встречаются Мальчик И девочка Кармически Знакомых Людей То есть Люди Которые Плотно Связаны Бакарми Из прошлых Жизней Мы Их Чувствуем А я Знаю Этого Человека Или Меня Тянет К нему Бывает Такое И Если У человека Сознание Он скажет Я хочу Этого Человека Мне Нужно Обязательно С ним Вступить В какую Нибудь Связь На Манипуре Если Человек Будет А я Хорошо Понимаю Этого Человека Что он Знает В жизни Может быть Мы Бизнес Классный Сделаем В отношения Уйдем Мы Может быть Семью Отличную Создадим На Вишутке Мы Мир Сделаем Лучше Чем Выше Уровень Человеческий Взаимодействие Ощущения Те же Взаимодействие Будет Более Эффективно Люди Полежали В одной Кровати Какое-то Количество Часов И Энергия Ушла Другое Дело Они взяли И какое-то Дело Сделали Пользы Больше И для Общества В принципе Чем Выше Уровень Тем Соответственно Мы Эффективнее В этой Жизни Это Не Значит Что Нужно Отвернуть Все Нижние Чакры Нет Я Об этом Совершенно Не Говорю Я Лишь Говорю Что Человек Должен Понимать Что Чем Ниже Центр Тем Больше Энергии Он Тратит Соответственно Это Как Финансов Вы понимаете Что у вас Зарплата Ограничена Чем И вы Не можете Покупить Себе Все Поэтому Вам Нужно Выбрать И У вас Есть Энергия Ограниченное Количество В вашем Теле В вашем Тонкой Структуре И вы Сами Выбираете На что Вы ее Потратите Если Вы ее Потратили На нижних Центрах Вы потратили Сразу И очень Много И Соответственно Даже Если Вы захотите Что-то Еще У кого-то Есть Друг Сомнения В моих Словах Посмотрите Чтобы Вы Точно Понимали Например Какие-нибудь Жизнеописания Великих Бизнесменов И вы Увидите У них Интересную Вещь Что Перед тем Как они Стали Великими И достигли Многого Больших Активов Большие Проекты Что они Сделали Они Всегда Перестают Развлекаться Какие-то Женщины Все уходит И они Только Занимаются Делом Всю Свою Что не тратят Ни на какие-то Ни на поход В гости Даже Ни звонки Родителям Ничего Только Занимаются Делом И только У таких Людей Есть результат Потому что Они все Что было Собрали Направили В одно И получилось Когда же Человек Пытается И тут Побыть И здесь Он просто Себя Растрачивает По мелочам И в итоге На что-то Большое Крупное У него Не хватает Это самая Большая Проблемачка Нашего Мира Сейчас То что Люди Мы это делаем А доходит Вопрос А почему У нас так мало Людей Которые действительно Успешны А потому что Мы по мелочам Себя Растрачиваем Очень много Ведь На самом деле Многие Способны Даже если Мы возьмем Просто на Достойную Материальную Жизнь Но из-за того Что человек Постоянно Вечером Он пришел Должен Поразвлекаться Телевизор В выходные Он должен Сходить В кинотеатр Походить По магазинам Если человек Все это делает То когда У него будет Тот момент Даже давайте Такой пример Человек Когда берет Ипотеку Или какой-то кредит Или хочет что-то купить Он ведь тоже Зажимает себя Перестает Меньше ходит По ресторанам По кино Не покупает Себе каких-то вещей Он всю свою энергию Все что у него есть Направляет На то чтобы Что-то приобрести И потом у него В итоге это получается Ведь если он дальше Продолжит ходить По гостям По днам рождения У него вряд ли Что-то получится Точно так же С энергетической структурой То есть все едино Нет там отдельно Какого-то духовного мира Нет какого-то отдельно Материального мира Это все Одна структура Другой вопрос Что мы Например Имеем Одни понятия О материальном мире Но когда Почему он различается Когда мы смотрим На тонкий мир Мы видим Что многие вещи Отличаются От того К чему мы привыкли Но это не потому Что тонкий мир другой А потому что Мы живем сейчас Очень сильно оторвано От того Как живет этот мир В принципе То есть как он построен От космических законов Этого мира То есть если Действительно В мире Получает много Только тот Кто много отдает Но у нас сейчас Этой парадигмы Нет в современном обществе Совсем У нас считается Что чтобы что-то получить Нужно что-то взять А на практике Получается Все люди Которые пытаются Что-то взять У них ничего нет Даже если мы вернемся К нашим замечательным Большим бизнесменам Каждый из них Хотел что-то дать миру Там Форд Который хотел Дать доступные товары Для низшего Слоя населения Там какой-нибудь Там тот же Эйпл Который хотел сделать Действительно Хороший гаджет В общем Каждый хочет что-то дать Когда человек делает То что хочет он дать У него и получается Это обратная связь Но когда человек Хочет взять Вот если бы Сел Генри Форд И подумал Я в общем Хочу как можно Больше этого мира взять Он бы так и сидел И думал И все И на этом бы Все закончилось Но он придумал Что он может отдать И как он может Послужить миру И так как его Значит там Ну у него был И потенциал И идея была Его весьма Интересно У него все получилось Вот это что касается Вот мы с вами прошли Ну в принципе Коснулись двух центров Я вот смотрю Сону чакру Это действительно хорошая чакра Потому что у нее Кроме вот Мы обсудили сексуальных моментов А ведь это еще Способность человека Как бы сказать Вы знаете Когда Какую-то палку Мы сильно гнем Она скорее всего ломается Да А вот тростинка Она гнется Но не ломается Вот это вот Такая вот мягкость И вот умение Ну как бы Пригибаться Или огибать Острые углы Это тоже Это сфатхистана чакра Когда мы Не пытаемся Идти на конфликт Мы пытаемся Это обойти И как бы Подстроиться Опять же Под какого-то человека Да Вот мы с вами Разговариваете Вы как журналист Наверное Всегда ведь Пытаетесь подстроиться Под ритм человека Чтобы было комфортнее Ему разговаривать Чтобы разговорить его Вот это вот Свойства сфатхистана чакры Не будь у вас Сказать о сфатхистана чакра Вам было бы Очень сложно Брать интервью Поэтому говорю Опять же Совершенно нету Ни одной чакры Которую бы мы не использовали Которая бы нам была не нужна Но вопрос в том Что у них у всех Есть разные аспекты У меня на самом деле Вот пока вы Разговорили Рассказывали У меня много вопросов возникло Но у меня сейчас Вот такой первый вопрос Который вот Меня беспокоит Да И многих наших слушателей Беспокоит А ведь можно же Поскольку мы живем В материальном мире Мы живем в социуме Да И вот мы Поднимаем энергию На высшие уровни То есть на высший Духовный уровень Не грозит ли это нам Тем Что мы уйдем Слишком в духовность Вот я например Встречала Много женщин Которые Так погрузились В ведические знания Вот я не случайно Показывала Такой знак Да Вели кавычки Потому что Ну Ведические знания Получаются из писаний Да Вот вы когда читаете Хатха-йогу Прадибику Да Вы получаете Ведические знания А то что там пишут Лекторы Различные Они возможно Хорошими знаниями Делятся Но они все-таки Под большим вопросом Ведические они или не Ведические И вот огромное количество Женщин Которые там прокачивают Свою духовность Да Бесконечно молятся И На самом деле Не хороший пример Но тем не менее В общем Они ведут Типа Ведическая женщина Вдруг становится Она как будто бы Поднимается На высший духовный уровень Но при этом Она живет в социуме Она живет В материальном мире У нее есть семья У нее есть дети И все это становится То есть семья для нее Не первостепенно И получается Что нет ли здесь Такой вот опасной вещи Что мы когда Слишком много Уделяем верхним чакрам Да Внимание Когда мы прокачиваем Эту энергию наверх То мы Уходим в духовность Да Излишнюю Вот я Почему про женщин Все время говорю Да Потому что я знаю Как это опасно Для женщины Особенно Та которая Является матерью Да И потому что Вот как Вот этот баланс Сохранить И как это Вот именно В работе с чакрами Происходит Я понял ваш вопрос Но здесь он Скажем Вопрос хороший действительно Потому что Такая проблема есть Но с чакрами Это не связано А скажу почему Потому что Если мы возьмем Даже вот такой Высокий центр Который вот Ну наверное Высший центр Который человек Может осознать Это аги чакра То есть То что еще По крайней мере Взаимодействует С миром Просто самый верхний центр Это уже Ну в общем Такой Уровень космического сознания Он не Человеческого уровня Так вот Если мы возьмем Что-то человеческого уровня Высокий центр Аги чакры То я вам скажу Что этим центром К примеру Прекрасно владеют Художники Архитекторы Скульпторы Это чакра Которая отвечает За создание Но создавать Можно что угодно В этом мире То есть Когда мы в мир Приносим что-то новое Это работа Аги чакры И поэтому На ней работает Огромное количество людей Они пользуются Очень высоким уровнем Этой чакры Но это не значит Что они очень духовные Это уже Это уже вопрос Не к чакрам Чакры У нас К сожалению Особо За духовность Я вам даже скажу Например Может быть Очень продвинутый Учитель Но у него К примеру Развита Манипура Чакра Остальные Центры Не очень И он не будет Читать лекции У него У меня Вишуй Харасвита Поэтому я лекцию Читаю Могу себе Это позволить Другой Лектор У него Например Манипура Он будет писать Прекрасные книги А на Нахате Он будет Взаимодействовать С людьми Он даже придет Просто посидеть С ними Или обнимет Кого-то И этого будет Достаточно Для того Чтобы человек Все понял И просветлел Поверьте Даже На Муандхаре Он может Пойти Он может Даже сломать Чеку Послоночник Как Айнгар Несколько Своим Ученикам Сделал Но Это позволит Преодолеть Определенные Кармические Ограничения И при этом А сам Ведь учитель Его сознание Будет На высоком Уровне Но Проявляться Он будет Через ту Которая У него Больше Развита Которая Ему Легче Будет Взаимодействовать С этим Миром Поэтому Это вообще Не проблема А вот Что касается Ваших Прекрасных Женщин Есть Действительно Такая проблема Это не только Женщин Касается Абсолютно Всех Если человек Действительно Очень Увлекается Практиками Причем Практиками Он для себя Увлекается То Долго Занимается Доходит До такого Момента Что Он Действительно Себя Сильно Очищает И становится Очень Таким Тонким Ему Не хочется Взаимодействовать С этим Грубым И неприятным Миром Он пытается Его от себя Отодвинуть Здесь Будет Стать Больше Вопрос Мотивации Зачем Это все Человек Делает Мы Когда Говорим О духовности Мы Думаем Что Духовное Это Что Отдельное И оно Есть И есть Всегда И есть Вечно Почему Когда мы Говорим О своей Зарплате Мы Считаем Что Она Вполне Ограниченная Конкретная И вот Если мы Не пойдем На работу То Нам На следующий Месяц Уже Не заплатят Так Вот Я вам Скажу Что В духовном Мире Точно Так же Если Вы Духовно Будете Только Тратить То Что Значит Тратить Когда Вы Совершаете Практику Вы Тратите Если Вы Практику Совершаете Для себя То То Вы Получили Зарплату Вы Потратили На себя То Друг Все Она Закончилась Если Вы Все Делаете Только Для Себя То Вам Ничего Нового Не Придет Для Того Чтобы Что Пришло Новое Нужно Пойти И Поработать Что В Материальном Мире Что В Духовном Одинаково Это Все Единое И Здесь Люди Часто Впадают В Такую Иллюзию Потому Что Здесь Мы Не Можем Пощупать Сказать У кого Сколько Энергии Кармы Накоплено Это Такие Немножко Иллюзорные Вещи И Зарез Человек Такой О Я Начал Заниматься И У меня Здоровье Стало Хорошее У меня По жизни Все Замечательно Пошло А потом Раз и Откат А потом Через Какое-то Время У всех По-разному У кого-то Может быть Накоплено Столько Что Он всю Жить Прекрасно Проживет И Все Будет У него Прекрасно Но Это Опять же Очень Примитивно Смотреть На свое Развитие Только С точки Звучит Одной Жизни Но Если Кому-то Нравится Тоже Не Проблема Вообще На самом деле Если Человек Считает Что Живет Одну Жизнь То Скорее Сего Он Реально Проживет Одну Жизнь Кому Нужна Такая Концепция Вообще Не Проблема Так Вот Если Человек Все Будет Смотреть На Себя Чуть Больше Вот Так Уходит Когда Они Не Пытаются Ничего Отдать Обществу Потому Что Как Только Вы Начнете С ним Взаимодействовать Пытаться Отдать Вы Очень Быстро Поймете Что Вся Ваша Тонкость Летит Я В свое Время Пытался Сыроедить Был У меня Такой Опыт Я Перестал Сыроедить Потому Что Занимался Очень Много И Сыроедил И Ушел Некоторая Тонкость Такую И Я Реально Ее Почувствовал И Понял Что Когда Я Прихожу Я Уже Не Очень Понимаю Своих Занимающихся Мне Тяжело Найти С ними Конфликт И Мне От Них Очень Тяжело И Тогда Я Понял Что Это Вообще Не Вариант Потому Что Я Для Них Это Для себя И В общем Стал Не Такой Тонкий В Энергии Но Зато Могу Конечно Не Сможем Никак Поменять Вообще Вот Очень Интересный Момент Про Мотивацию Ведь Йога По Сути По Своей Работает Только С Мотивацией Человека Вообще Все С чем Мы Можем Работать Это Только С Мотивацией Больше Ни С чем Потому Что Если Мы Посмотрим На Мир С Точке Зрения Кармы То Все Что Происходит Особенно Само Действие Физически Это То Что Мы Уже Создали Мы Это Не Можем Изменить Но Мы Можем Поменять Свою Мотивацию Свои Мысли По Поводу Происходящих Событий Вот Это Мы Особенно Сделаем Всегда Вам Наступили На Ногу В Автобусе Вы Можете Отреагировать Агрессивно А Можете С Пониманием И Будут Разные Результаты Вот Если Опять же Мы Реагируем Ну Бывает И Никакой Проблемы Нет И Конфликта Нет И Никто Не Тратит Ни Энергию Ни Время И Потом Не Ходит И Не Думает Какой Же Был Плохой Человек Как Много Он Мне Сделал Я Приведу Интересный Пример Из В общем Прохожу Через Парк И Там Дорогу Перехожу Весна Соответственно Лужи И Приезжает Автомобиль И Меня Просто С ног До Головы Окатывает Водой Я Сначала Хотел Что-нибудь Дядечке Сказать По поводу Того Как он Едет Куда Он Может Свою Руль Засунуть Ну Потом Подумал Ну Я же Как-то Пытаюсь Развиваться С другой Сторон Посмотри На мир Вот Весна Солнце Тепло Как Классно Зачем Заострять Своё Внимание На каком Негативном Мементе Ну Начал Как-то Анализировать И Вообще Забыл Про эту Машину Пришёл Домой Разделся Там Сел Начал Как дела Делать И Через Пару Часов Я вспомнил Что Меня Жакатила Машина Куртка С ног До головы Всё Грязное Надо Пойти Её Почистить Я Ужас Только С водой Ну В общем Она Чистая Полностью Но Мне было Внутри Ощущение Что Если бы Я Проявил Агрессивность К этому Человеку Куртка Чистой Точно Не была Это Был бы Факт То есть На самом Деле Как мы Относимся Так И Само Пространство Потом Относится К нам И Такой Стороной Она Поворачивается Так Коротко Коснулись Уже И Манипуры И Даже Анахаты Сердечной Чакры Да Ну Что Ну Давайте Наверное Может быть Вы нам Еще Что-нибудь Про Анахату Скажете Потому что Это Важная Чакра Потому что Она За любовь Отвечает В таком Более Духовном Более Нематериальном Плане Да Любовь Она Отвечает За Привязанность Это Вот Ее Главная Проблема Это Привязанность Но Главный Ее Плюс Это Именно Принятие Я знаю Несколько Людей Которых Сознание Вот Поднималось На Анахату Чакру Когда Вот Именно Чистая Анахата Такое Бывает Тебя Просто Берет И После Практики Или Ты В Ком-то Месте Много Занимаешься Тебя Переклинет Входишь В какую-то Чакру Становишься Твое Сознание Только На ней Находится То есть Не как Обычно Мы Пользуемся Всем Так В общем И в этот Ему Не важно Что Он Ест Не Ест И Он На всех Людей Смотрит Как Знаете Как Говорил Ешу У Булгакова Добрые Люди Ну как Люди Которые Тебя Сюда Приволокли Разве Они Тоже Добрые Он Говорит Все Люди Добрые Как Раз Состояние Анахата Чакры Когда Ты Всех Абсолютно Равно Воспринимаешь Какие Бы У них Не Были Минусы Когда Мы Начинаем Уже Это Мы Так Относимся Ко всему Миру Но Человек Благодаря Своему Эгоизму Начинает Это Все Сгущать Сужать Он Начинает Я Буду Относиться Только К своей Жене К своей Маме К своей Сестре А К остальным Буду Относиться Иначе И Проявлять Себя К чему То И Он Начинает Проявлять Другую Сторон Анахата Чакры Привязанность И Он Себя Привязывает К кому То А как Только Он Себя К кому То Привязывает А так Как Мир Наш Создан Только Для Одного Для Того Чтобы Мы Люди Развивались Его Начинают Отвязывать От того К чему Он Привязался Это Как Правило Болезненно И Потом Человек Вот И Страдания И На Хатачак И В общем Все Проблемы Проблемы На самом Деле Только От Эгоизма Потому Что Человек Неправильно Ей Управляет Можно Ее Развивать От Обратного К примеру Каждый Из нас Родился Мама Папа Пока Их Оставим Родился Одна Персона Которая Себя Воспринимает И Для Себя Любимого Что Делает И Всю Свою Жизнь Строит Таким Образом Чтобы Себе Любимому Было Хорошо Потом У Этой Персоны Вдруг Появляется Любимый Человек И Он Себя Своё Я Расширяет Уже До Двух Людей И Он Начинает Делать Так Чтобы Было Хорошо Мне И Ему А Потом У этих Двух Людей Появляется Третий Четвертый Человечек И Они Вдвоем Своё Я Расширяют До Этой Семьи И Начинают Все усилия Прикладывать Чтобы Было Хорошо У Них А Есть Люди Которые Начинают Идти Дальше Пример Человек Который Ну Даже Директор Какого Нибудь Предприятия Или Президент Который Расширяет Себя Для Того Что Есть Люди Моей Страны И Я О Них Забочусь Его Я Гораздо Шире У Него Есть Свои Личные Дела У Него Есть Свои Личные Интересы Но Он Вместо Того Чтобы Заняться Личными Делами Интересами Вообще Если У кого То Есть Иллюзия Что По поводу Президентов Или Директоров Когда Посидите В Директорском Кресле Вы Очень Быстро Поймете Что Ничего Хорошего В этом Нет Я Никогда Не хотел В нем Сидеть Но Мне Приходилось Сидеть И У меня Иллюзий В этом Плане Нет Когда Тебе Нужно Чем Управлять Это Когда Люди Ответственность Это Очень Тяжело На самом деле Поэтому Здесь Человек Действительно Расширяет Своё Я Он Вместо Того Чтобы Сделать Что-то Приятное Себе Он Начинает Думать Обо Всех А Есть Люди Которые Перестают Делить Своё Я Буду Помогать Русским Я Буду Помогать Китайцам Или Кому То Он Начинает Распространять Вообще На человечество И мир В целом И вот Как раз Суть Задачи Духовного Пути Это Расширить Своё Я Когда Ты Себя Осознаешь Всем этим Миром Целиком Потому Что У нас До некоторой Степени Система Запнутая И поэтому И каждый Это значит Как в организме Вот Когда Клетка Решает Что Она Отдельно И живёт Для себя Её Насовывается Раковой Её Насовывается Для организма Это становится Проблемой Вот В нашем мире Точно так же Когда Люди Живут Для себя И себя Обосабливают От мира А ведь Они этого Не могут Сделать Ведь они Ходят По общей земле Они дышат Общим Воздухом Они едят Пищу С общего Огорода С этой земли И это Никак уже Не убрать И они не смогут Это никак Компенсировать Раз они Всё равно Этим пользуются Так значит Надо что-то Делать для этого Да То есть Чтобы Мы раз Живём Коммунальной Квартире Такой Голубой Зелёной Коммунальной Квартире Значит Соответственно Каждый Должен Периодически Убирать Да То есть Кто-то Должен Периодически Выносить Мусор И Все должны Это делать По очереди Не получится Так что У нас Один Почему-то Петров Должен с утра До вечера Убираться В этой Квартире Иванов Должен С утра До вечера Пытаться Ремонт делать А я Буду Заниматься Тем Чем Я Решил Заниматься Это Неправильная Позиция Поэтому Каждый Человек Несмотря На каком Уровне Он Находится Развитие Все равно Должен Прикладывать Усилия Знаете Очень часто Когда я Такое Рассказываю Мне начинают Говорить Что Там У кого-то Знаний Нет У кого-то Навыков Ну в общем Придумывать Отмазки И вот В этом плане Я всегда Привожу Пример Который Мне Самый Очень Нравится Меня В свое Время Безумно Растрогало И я Иногда Пересматриваю Для определенной Внутренней Мотивации Я смотрел Фильм Про Тибет И там Ну Если кто не знает Я Нашим Радиослушателем Немножко Расскажу Тибет Сейчас Находится В оккупации Китая Ну Если мы Назовем вещи Своими именами Юридически Конечно Это не так Вот И У тибетского Народа Действительно Очень Тяжелое Положение То есть Они не могут Между своими Штатами Там Свободно Перемещаться У них У многих Паспортов Нет У них Они не могут Получать Образование Много Очень Ограничений И вот Дэлай-Лама Это Как бы Правитель В изгнании Он Чтобы Как-то Помочь Своему Народу В Индии Создал Институты Для Тибетских Детей В которых Они Бесплатно Обучаются И получают Европейские Дипломы И в общем Могут уже Что-то В этом Мире Делать Полноценно Но Если ты Тибетец То Тибета Никуда Не выйдешь Нет Такого Особенности У тебя Паспорта Нет Или еще Что-то Проблема Ты не можешь Поехать В Индию Опять же Надо еще Деньги Ты в Индию Так просто Не поедешь Чтобы учиться Поэтому Родители Очень часто Отправляют Своих детей Через Гималай Прямо Туда В школу Это Находится На границе Тибета И Непалом Тибета Иди Тибета Иди Прошу прощения Вот Но Дети Вот там Представляете себе Ребенка 5 лет И Гималай Гималай Это довольно Суровый Серьезный Гор С снежными Шавками Идти То есть По снегу Который Тебе Выше Головы Соответственно Дети Конечно же Не дойдут И с ними Ходят проводники А это Незаконная Деятельность То есть За это Ловят Сажают И в общем Там Довольно Серьезные Сроки Наказания И в общем Там очень Тяжело И вот Находятся Помимо прочего Так это еще Очень опасно Потому что Там Не просто То есть Во-первых Китайцы Ловят А во-вторых Сам этот Маршрут Он в общем Он физически Очень Да Люди Пораживают себе И в общем Это действительно Очень тяжело Но И ты На этом Точно Ничего Не заработаешь И вот Действительно Находятся люди Которые Этих детей Воят И вот Такого человека Брали интервью Он Причем Был очень тяжелый переход Хотя все дети дошли Все нормально Никто ничего не обморозило Они даже пришли Чуть раньше Погода была хорошая А он там Заболел уже Какой раз Тур водит И он там стоял Ну в маске Потому что Его потом Не узнали на родине Мне спрашивали А зачем Ты этим занимаешься И он говорит Я родился В обычной Крестьянской семье И все что я умею Это обрабатывать землю И вот Для своей страны Я могу только обработать Свой огород Но вряд ли Это ему поможет А дети Поучившись В институте Когда-нибудь смогут Что-то как-то Изменить эту ситуацию И поэтому я Вожу их для того Чтобы помочь Своей стране То есть человек Который Ну в нашем понимании Там Фермеру Которого даже Там Трех соток нету А Он нашел Как помогать Своей стране Если у человека Есть мотивация Если у него Есть желание То он сможет найти Как послушать Этому миру Это не проблема Но это должна быть Внутренняя потребность Человека А почему так? Да потому что Вот именно С точки зрения Нахаты У этого человека Своё я Оно на всю страну Распределяно На всех тибетцев То есть Для него Я и мой народ Это как бы одно целое Это И он ему хочет помочь А так бы он мог Попытаться Ну не знаю Себе ещё одну сотку Отжать И как-то вот Сесть у себя Обрабатывать на этом Какой-то инструмент Может быть купить Сложно сказать Как у них Всё происходит Там у них Тоже есть инструмент Проблемы Так вот Но человек нашёл Поэтому И вот это как раз Большая Нахата чакра человека Почему не только Нахата чакра У нас человек ещё и действует Это ещё и вишутха Когда человек Породавливает Я как раз хотела сказать Что вишутха Здесь тоже задействована Потому что Здесь Тоже как бы вот Молдхара Потому что Какое же это терпение Нужно по этим горам бегать Какое нужно физическое здоровье Молдхара тоже отвечает За физическое здоровье А да кстати Ещё вот будет интересно Тоже слушателям Всё равно мы живём с вами В общем таком Меркантильном мире Так вот Как мне Рассказывали И люди Которые Гораздо лучше Меня разбираются И вот Мой уже опыт Показывает Если Человеку проблемы С С С деньгами С финансами К примеру Вот Чтобы Налазить ситуацию Достаточно Не спускать Энергию То есть Не проявлять гнев Гнев Абсолютно Закрывает Финансы То есть Чтобы Финансы Шли хорошо Нужно Чтобы человек Был Спокоен И гнев Не проявлял Терпение И если Опять же Мы посмотрим На состоятельных Людей Они все Очень спокойные Они не Проявляют Треских Движений Они не Проявляют Истерик Потому что Как только Ты в это Состояние Впал Ты всё Потерял То есть Только с холодным умом Можно большими Деньгами Большие деньги Они любят Тишину Любой Твой Выкрик Или резкое Движение Ты их Теряешь Всё Агрессия Гнев Это Моанхара Истерика Это Сватхистана То есть Когда человек Истерит Это Сватхистана Чакру Проявляет У каждой Чакры Есть На самом деле Проявление Позитивное Во благо И негативное Извините Я сейчас Перебью Конечно Это не говорит Что это Негативное Вот я вам приводил Пример Что Ломал Например Своим Ученикам Он проявлял Себя Агрессивно На Моанхаре Чакре Но он Это делал Во благо Вопрос Форма Всегда будет Выглядеть одно Но содержание Будет другое Потому что Он это делал Для развития Людей Я не могу Сказать точно За Аингара Как в итоге Сложилась Жизнь его Учеников Но Я знаю Пример Например Великого Миларепы Святого Который Не так давно Жил Так вот Учитель Чтобы помочь Ему Счистить Его Негативные Кармические Последствия Его действий Там Ну в общем Много лет Заставлял его Строить дома Руками Таскать большие Глубы В общем Издевался Над ним Он его Из-за кошка Выбрасывал То есть Проявлял К нему Такую Муанхару Жесткую То есть По форме Он как бы Избивал Этого ученика Был Извергом Но это Помогло Ему В будущем Избавиться От многих Многих Проблем Потому что Милареп Так у него Случилось Что он В начале Своей Жизненной Карьеры Ему пришлось Убить 35 человек Своих Родственников И вот Чтобы это Все Переработать Вот Через Вот такие Агрессивные Такое Агрессивное Воздействие Учитель Вот так У него Все Перерабатывал Поэтому Нету Вообще Негативных Каких-то Моментов То есть Это все Инструменты Вопрос В том Что Марпа Учата К Миларепу Он Пользовался Этим Инструментом То есть Он Умел Им Пользоваться И пользовался Когда нужно Нужно было Выбросить его В окно Он его Выбрасывал В окно Но Он не Проявлял В этом Плани Чувств Или гнев Какой-то У него Была Большая Любовь К Миларепе Он хотел Чтобы Был Самый Великий Его Ученик Так И Получилось Он Все Сделал Будет Одно И то же Но Действия Совершают Одинаково Но Внутренние Составляющие Настолько Разные И Марпа Не потратил Нисколько На Муандхару Вот на это Действие Особо А человек Который Вот там Потратил Очень много Поэтому Именно Зависит От Внутреннего И вот Этим Как раз И занимаются Духовные Теракты И Практики Позволяют Человеку Внутренне Изменить Своё Отношение И тогда Меняется Уже И составляющая Денис Остается Буквально Несколько Минут И мне Хотелось Чтобы Вы Буквально Немножко Наверное Даже Не по остальным А последний Седьмой По хасраре Потому что Мы Косвенно Коснулись И третьего Глаза И вот Чакры Агни Называете Я называю Она Либо Аджина Там Джейкоб Она Английская Если Брусская Транспирка Аги Аги Чакра Аги Да Мне хотелось бы Конечно Вот такая Потому что С Неседическим Телом Как бы Некоторым Смыслом Давайте Я вам скажу То мнение Которое Мне Рассказывали С которым Я Согласен У меня Нету Личного Опыта Поэтому Я вам Расскажу С чужих Слов Есть мнение Что Сахасрада Это не Чакра Отдельная А что Это Когда Человек Научился Управлять Всеми И Они Становятся Одной Единой И он Себя Проявляет Так Как Ему Нужно Вот Это И Есть Когда Человек Находится На Сахасраде Чакры Это Не Когда Он Как-то Себя Иначе Ведет А Это Когда Он Внешний Этот Человек Будет Точно Так же Себя Вести То Есть Прекрасная В Там Описан Путь Будды И там Сказано Человек Святой Себя Ведет Как будто Он Жаден Обычные Свойства Но Эти Свойства Проявляет Для того Чтобы Помочь Развиваться Кому-то Конкретно В какой-то Ситуации Потому что Кто-то Может Понять Только Когда Его Зашклад Не Потрясли Кто-то Когда Может быть Только К нему Какую-то Ласку Проявили У всех Разные И вот Когда Человек Действительно Научился Управлять Всем Вот Тогда Он Может Выбирать Инструмент И Инструмент Если Он Даже Проявит Себя На Сфатхистан Чакры Будет В Больших Любовных Утех Он Никогда Не Станет Управлять Им Он Это Сделает Только Как Инструмент И Когда Инструмент Нужно Будет Отложить Он Тут Отложит И Завтра К этому Инструмент Опять Не Побежит Потому что Это Только Инструмент Поэтому Наша задача В этом мире Стремиться К Развитию Сахасрара Чакры Обретать Знание И Мудрость Для Того Чтобы Быть Полезным Этому Миру Я Скажу Больше Самый Эффективный Способ Чтобы Себя Постепенно Понимать На Бой Высокий Центр Старайтесь Чаще Проявлять В себе Хорошие Качества Для Этого Мира Когда Вы Проявляете Себя Вы Автоматом Заставляете Энергию Вы Хотите Проявить Какой-то Позитивный Проект В этом Мире Вы Автоматом Задействуете И Вишутку И Аги Чакру И Энергия Будет Через Них И Она Постепенно Привыкнет Постоянно Ходить Через Эти Центры Поэтому Проявляйте Себя Позитивно К этому Миру И Тогда Вам Не Придется Отдельно Ничего Развивать Спасибо Огромное Я хочу Сказать Что У нас Сегодня Был В гостях Денис Малинов Из Екатеринбурга И Потрясающая У нас Беседа На самом Деле Получилась У меня Такое Ощущение Что Надо С вами Обязательно Еще раз Поговорить Если У вас Будет Время Потому Что Я знаю Какой у вас График И Вам Очень Ценно Что Вы Уделили Нам Время И Невероятно Полезно И Дорогие Друзья С вами Была Анастасия Хрущинская И Денис Малинов В программе Путь-йоги На интернет Радио Сангейтс И Мы Встречаемся С вами По Понедельникам Каждый В 11 часов По Времени Чикаго 9 часов По Времени Сан Франциско И 20 часов По Времени По Московскому Времени Денис А у вас Сколько Сейчас У нас 11 часов Уже Почти Надо Отдыхать Благодарю Вас Ом Благодарю До новых Встреч Счастливо До новых Встреч Счастливо 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 Счастливо